Время новостей на канале 24KZ. С вами Арстан Балтин и Хасан Исраилов. 203 кандидата в депутаты Мажелиса парламента зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Это члены Нур-Отан, Ахжоу, АУ и Коммунистической народной партии Казахстана. Среди них представители 10 национальностей. 80% мужчины и 20% женщины. С высшим образованием более 99%. Вчера завершился первый этап избирательной кампании по выборам депутатов Мажелиса по партийным спискам. Это этап выдвижения. Следует отметить, что в целом все мероприятия партии по выдвижению прошли в полном соответствии с Конституцией и законом о выборах. В Центральной избирательной комиссии не зафиксированы какие-либо факты несоблюдения законодательства о выборах. И сегодня же комиссия озвучила информацию о ходе выдвижения кандидатов в депутаты Маслихатов. Куандыр Турганкулов отметил, что граждане баллотируются активно. С начала избирательной кампании выдвинуто почти 5000 претендентов. Регистрацию прошли 568 человек. Сотни общественных наблюдателей Акмолинской области планируют контролировать хоть выход выборов в регионе. В области 808 избирательных участков и на каждом должен быть представитель Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами. На брифинге в СЦК в Кокчетау комиссия сообщила о старте своей работы. Планируется проведение семинаров, тренингов в районах и городах. Главная задача – содействовать проведению свободных, справедливых и честных выборов. Наша главная цель – это, во-первых, обучить наших наблюдателей. Они, вообще-то, в большинстве своем тоже люди опытные, знают, что это дело. Но, тем не менее, особенности каждого мероприятия, каждой кампании уже есть. Поэтому, первонаперво, начать с законных моментов. В этом году, естественно, все партии принимают участие, и причем не только маслик, а депутаты, масликаты всех уровней. Поэтому работа, конечно, очень напряженная должна быть. Несмотря на сложные экономические условия, все начатые проекты в сфере жилищного строительства в Павлодарской области будут завершены своевременно. Об этом на брифинге в Астане заявил глава региона Ханат-Бузумбая. В прошлом году ввели в эксплуатацию 165 тысяч квадратных метров жилья. Снесено 22 аварийных дома, в этом году снесут еще 8. Их жильцов переселят в 5 многоквартирных. На строительство из бюджета уже выделено свыше 2 миллиардов тенге. В ближайшее время сдадут арендный дом для очередников и молодых семей на 105 квартир. При этом Аким отметил, что в сфере строительства имеются проблемы, и связаны они с сотрудничеством с казахстанской ипотечной компанией. По словам Ханата-Бузумбаева, за два года сдали два дома. Первый заселен, второй еще нет, хотя достроили его в декабре. Объясняет это судами с подрядчиками, никак не могут прийти к соглашению по стоимости объекта. Не в моей компетенции давать оценки, но я считаю, что здесь вопрос слабости менеджмента и юридической службы. В результате, тем не менее, надеемся, в феврале этот дом будет заселен, и они на контроль этот вопрос возьмут. Так как у нас в очереди только в области свыше 15 тысяч человек на жилье состоит. Строительство порта Курок в Мангоставской области завершится в текущем году. Об этом на брифинге СЦК сообщил заместитель председателя комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Дмитрий Потлов. По его словам, второй Каспийский порт, а также подведенная к ней железнодорожная линия Боржахта-Ерсай, повысят транзитный потенциал Казахстана. В частности, время доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу сократится с 45 до 15 суток. Также на 20% снизятся транспортные расходы грузоотправителей. Куроке также будут возведены судоремонтные и судостроительные заводы, появятся новые жилые комплексы и социальные объекты. В текущем году планируется построить полностью станцию, то есть первую очередь этого объекта – это подъездные железнодорожные пути, объекты электроснабжения. В период строительства на этом объекте задействовано, создано более 500 рабочих мест. Во время эксплуатации также будут организованы рабочие места, порядка 100 новых рабочих мест. Два пассажирских поезда столкнулись в Германии. Инцидент произошел недалеко от города Бадайблинг в Баварии. Погибли по меньшей мере 8 человек, еще около 150 пострадали. На месте работают 8 вертолетов и сотни карет скорой помощи. Открыта горячая линия, создан кризисный штаб, он выясняет причины аварии. За развитием событий сейчас следит наш корреспондент в Германии Шолпан Найманбаева. Она сообщает, что это самая тяжелая авария в стране на железнодороге за последние 18 лет. В 1998 поезд на скорости 200 км в час сошел с рельсов и врезался в мост. В той трагедии погиб 101 пассажир из 220. В Индии зафиксирован первый случай гибели человека в результате падения метеорита. Несчастный случай произошел в штате Тамилнат. Сообщается, что космическое тело обрушилось на территорию частного инженерного колледжа. После прогремел взрыв. Погиб водитель автобуса, еще три человека получили ранения. Семье погибшего выплатят материальную компенсацию. Отмечу, что это последний случай падения метеорита, погибшего в смерть человека, был зафиксирован почти 200 лет назад. Около 2000 мигрантов едва не утонули в Средиземном море. Беженцы направлялись на остров Лесбос на надувных лодках. Откройте границы. Среди нас есть старики, дети. Мы хотим мира. Сирийцы устали от войны. В отличие от вас, у нас нет ни денег, ни дома, ни работы. Остановите войну. Тогда многие вернутся домой и начнут строить новую жизнь и восстанавливать страну. Морской путь из Турции в Грецию самый популярный среди беженцев, которые стремятся попасть в европейские страны. По данным Международной организации по миграции, с начала года при попытке пересечь его погибли более 200 человек. В Сирии в местах заключения и содержания пленных совершаются пытки и убийства, ответственность за которые несут как оппозиционные и террористические вооруженные группы, включая ИГИЛ, так и правительственные силы. К такому выводу пришла независимая комиссия ООН по расследованию военных преступлений в этой стране и возможному нарушению прав человека. Заключенных и пленных опубликовали в Женеве. Он охватывает период с марта по ноябрь прошлого года. Международная организация не озвучила точных цифр, но ее выводы были сделаны на основе анализа 600 показаний и свидетельств, которые указывают на то, что заключенных избивают до смерти, пытают и содержат в нечеловеческих условиях. Лица, которые совершили военные преступления и преступления против человечности, должны быть привлечены к ответственности. Как верховный комиссар ООН по правам человека, вступивший в должность 1 февраля, могу заявить, В случае Сирии мы здесь для того, чтобы напомнить всем, что при многочисленных обвинениях в преступлениях защита не получала никаких прав. В Грузии уже больше года продолжается финансовый кризис. Национальная валюта обесценилась на 40%. Это не только негативно отразилось на покупательской способности населения, но и ударило по местному бизнесу. Многим предпринимателям приходится отказываться от перспектив расширения, а некоторым и вовсе закрываться. Подробнее в следующем сюжете. Экономический кризис и девальвация Лари для многих грузинских предпринимателей оказался ударом под дых. Многие не выдерживают конкуренции с крупными компаниями. За последние два года национальная валюта обесценилась на 40%. Заметно уменьшились и иностранные инвестиции. Сейчас нелегко вести бизнес, как на внутреннем рынке, так и тем, кто экспортирует продукцию. Власти делают все возможное, чтобы поддержать местные предприятия. Однако видимых результатов пока нет. Усложняет положение и тот факт, что местные предприятия сильно зависят от иностранной валюты. В Грузии арендная плата взымается исключительно в долларах в США. В них же банки выдают кредиты. Местные власти пытаются помочь предпринимателям, однако этого недостаточно. Конкурентоспособность стала практически нулевой. Многим приходится закрывать свое дело. Иванич Куния занимается продажей европейских игрушек. Моя компания на все 100% зависит от иностранной валюты – доллара и евро. За последний год пришлось повысить цены на товар на 15-20%. А ведь покупательская способность и так низкая. Крупным торговым сетям легче. У них больше шансов выжить благодаря большому товарообороту. 9 из 10 малых предприятий закрылись. Они не могут выплачивать арендную плату и закупать товар. Не то, что зарабатывать. Правительство обещает поддержать бизнесменов. По их словам, рассчитывать на то, что глобальный кризис никак не отразится на Грузии, было невозможно. Завод минеральных удобрений, действующий в Жамбылской области, в буквальном смысле работает вопреки мировому кризису. В тот момент, когда по всему миру говорят о сокращении производств, там его собираются в разы увеличить. Только в этом году объемы намерены нарастить более чем на 20%. Кроме того, на заводе запустят производство экстракционной фосфорной кислоты. Микимбай Сарсимбаев на заводе минеральных удобрений трудится более 20 лет. Старший аппаратчик строго следит за качеством и объемами готовой продукции перед отправкой в цех упаковки. Добавляется экстракционная серная кислота. Мы добавляем амьяк и получаем азот. После этого полученный азот отправляется в цех осушки при температуре 950 градусов. Если за два первых месяца в прошлом году завод выпустил 21 тысячу тонн продукции, то в этом году этот показатель намерен увеличить в три раза. На сегодня 2000 тонн уже отправлено в Китай. 164 тонны отгружено казахстанским заказчиком. Остальное отправляется на хранение. Уже сегодня необходимо создавать запас, говорят специалисты. В разгар сезона даже увеличенной мощности завода не хватит, чтобы обеспечить спрос. В прошлом году в списке заказчиков были Украина, Россия, Беларусь и отечественные покупатели. В этом году уже отгрузили первую партию в Китай и готовимся к отправке еще 2000 тонн туда же. Уже в ближайшем будущем здесь начнут производить серную кислоту. Благодаря этому производству себестоимость минеральных удобрений удастся снизить почти вдвое. Здесь же по соседству идет строительство будущего цеха по производству экстракционной фосфорной кислоты. На этот проект из внутренних резервов компании выделено 8 миллиардов тенгер. Вместе с ним запустим и цех по производству серной кислоты. Его мощность составит 650 тысяч тонн. К началу второго полугодия объемы выпускаемой продукции планируем увеличить в полтора раза. Год закончим на отметке в 226 тысяч тонн минеральных удобрений. В полную силу комплекс заработает в 2017 году. Кроме экономической выгоды для предприятий в свете расширения немалую пользу это несет и социальность в сфере региона. Будет дополнительно создано более полусотни новых рабочих мест. В Казахстане внедряют новый метод борьбы с саранчой. Биологический прожорливым насекомым будут противостоять птицы, их естественные враги. В прошлом году специалисты провели экспериментальные работы. На сельхозполях для привлечения пернатых устанавливали поилки. Метод доказал свою эффективность. Рассказали в октябре на международном совещании по вопросам борьбы с вредителями. Отмечу, несколько лет подряд посевом в регионе саранча наносит серьезный урон. На борьбу с ней ежегодно выделяется 3 миллиарда тенге. Но только совместная работа специалистов приграничных регионах может стать результативной. Так считают и представители Российской Федерации. Все регионы приграничных с Казахстаном всегда приехали для того, чтобы обсудить. Ну и когда мы обсудим, проговорим все вопросы, легче бороться. Когда знаешь людей напрямую, знают телефоны друг друга. И легко общаться, и легко решать эти вопросы. Очень тесная связь между нашими службами. И оперативно все работают. 20 лицензий на участие в юношеских олимпийских играх в Норвегии завоевали казахстанские спортсмены. За звание лучших они будут бороться с 12 по 21 февраля. Соревнования пройдут по 9 видам спорта. Биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание и другие. Участие во вторых и зимних юношеских олимпийских играх примут спортсмены из 70 стран. Провожая спортивную делегацию в дорогу, министр культуры и спорта вручил чемпиону страны среди юниоров по шорт-треку Ирки Булану Шамуханову флаг нашей страны. Конечно, очень волнительный момент, потому что в первую очередь это волнительно для наших молодых талантов. И, конечно, мы как старшее поколение, которое создаем им условия, и, конечно, мы хотим, чтобы наши надежды оправдались. Я уверен, это показывают высокие результаты, потому что в данное время они лицензию завоевали с высокими достижениями. И отрадно, что сегодняшний состав участников охватывает весь Казахстан и регион. Чувствую дух Казахстана, дух нашей страны, дух наших спортсменов. Я вижу по спортсменам, что они готовы, что они готовились к этим соревнованиям. Я думаю, они очень хорошо выступят. То, что мы едем, вот 20 спортсменов, обводная делегация нашей Казахстана, я чувствую поддержку из каждого из них, из каждого из спортсменов, тренеров, всей делегации. Это все события к этой минуте. До встречи на канале 24КЗ. Субтитры создавал DimaTorzok